Здравствуйте! Новости Москва-Баку. Новости Москва-Баку направил телеграмму с соболезнованиями Владимиру Путину. Позже он позвонил российскому лидеру. Также в числе первых свои соболезнования в связи с терактом направили президент Турции Мереджеп Тайп Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпинь, лидеры стран СНГ и многие другие. Как сообщается, четверо террористов, устроивших стрельбу и пожар в здании Крокуса, по решению суда арестованы. Известно, что они пробудут в СИЗО до 22 мая. Всем им предъявлено обвинение в терроризме. Максимальное наказание, которое им грозит – пожизненное лишение свободы. На месте же трагедии в четвертый день продолжается поисковая операция. По оценкам специалистов, она продлится ориентировочно до 17 часов вторника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, также продолжается выдача имущества. Вчера уже передали 277 пакетов с вещами и часть автомобилей. Эта работа продлится в течение всей недели. В бизнес-центр Кубик, который находится в пешей доступности от Крокуса, открыт Центр помощи. Туда тоже может обратиться каждый, кого коснулась эта трагедия. На месте страшного теракта в первые часы возник стихийный мемориал в память о жертвах. В субботу и воскресенье более 10 тысяч человек пришли сюда, чтобы почтить память погибших от рук террористов, а также помолиться о выздоровлении раненых. Люди с цветами, мягкими игрушками и свечами стояли в эти дни в огромной очереди под проливным дождем. В понедельник к стихийному мемориалу приехали представители азербайджанских общин Москвы и Подмосковья. Мы все потрясены событием 22 марта, которые происходили вот здесь, в Крокусе. И по масштабу, и по жестокости новейшая история России такого не знает. Враг коварный, но, может быть, звучит странно, это событие еще больше сплотил российское общество. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшим и желаем скорейшего выздоровления всех пострадавших. Во время теракта, по данным СМИ, более 5 тысяч человек были эвакуированы из Крокуса, еще 100 были спасены при пожаре. В среде тех, кто не побоялся в этот опасный момент за свою жизнь и бесстрашно выводил людей, захваченного огнем Крокуса, оказались московские школьники – Ислам и Артем, которые подрабатывали в гардеробе. 15-летний Ислам Халила повел из здания более 100 человек. Когда в здании раздались выстрелы, он встал на пути потока людей и взял на себя функции регулировщика, направляя бегущих к выходу. Когда подросток увидел, что большая группа в панике направилась в тупик, он повел посетителей за собой. Вся следовавшая за Исламом группа смогла выбраться из здания без пострадавших. На видео, снятом очевидцем, видно, как Ислам руководит эвакуацией. Туда, 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 все уходите, в ту сторону. Все туда, 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 в экспо, в экспо. Сегодня съемочная группа Москва-Баку пообщалась с Исламом на месте трагедии. Паренек пришел к стихийному мемориалу вместе с членами своей семьи, чтобы вместе с Муфтием провести молитву в память о жертвах. Он поделился с нашим корреспондентом, как ему удалось спасти так много людей. Люди начали кричать, бежать. И в этом моменте я узнал, что пора уже действовать. И потом? И потом я начал эвакуировать людей в сторону экспо, помогав. Нам инструкцию давали. Ты можешь объяснить это? Ну, до недели, до происшествия нас предупреждали и давали уроки, показывали, куда надо. Другой подросток, 14-летний Артем Донсков, вместе с другом провели людей через узкий проход на территории соседнего павильона экспо. Потом через служебное помещение вывели на улицу. По данным СМИ, в суете парень не стал записывать происходящее на телефон. Сегодня стало известно, что Ислам и Артемы наградили благодарственными письмами за самоотверженность, смелость, личное мужество, проявленное для оказания помощи пострадавшим. Еще один факт, говорящий о самоотверженности людей в минуты опасности. Гражданин Азербайджана Камиль Насивов, работавший официантом в одном из кафе «Крокуса», вывел из захваченного террористами зала более 80 человек. Его смена закончилась за несколько минут до теракта. Выйдя на улицу, парень услышал звуки стрельбы, и они с другом решили вернуться к месту ЧП. Зайдя в здание, Камиль выломал двери и указывал людям, куда бежать. Позднее в одном из коридоров на нижнем этаже он увидел группу людей около 80 человек и помог им выбраться. По пути он также нашел телефон, на который звонила девушка. Она просила помочь ей и сказала, что не понимает, где она находится. Камиль передал данные девушке спасателям. Пожарным удалось найти ее, вывезти из здания живой. К сожалению, во время теракта в «Крокусе» погиб другой азербайджанец, Вугар Гусейнов, который пришел на концерт вместе с женой. Они работали в московском аэропорту Внуково. В сети появилось видео одного из очевидцев трагедии, как Вугар Гусейнов, он на кадрах в зеленой куртке, во время стрельбы пытается укрыть всех, кто находится рядом с ними, барными столиками. Вугар и его жена Лилит давно мечтали сходить на концерт группы. В тот день они предупредили близких, что пару часов не будут на связи, чтобы их никто не беспокоил, рассказали близкие Лилит. После первых сообщений о теракте в «Крокус-сити-холле» телефоны обоих перестали отвечать на звонки. Позже в опубликованных списках погибших родственники нашли имя Вугара, а Лилит числилась пропавшей без вести. Но сегодня появилась информация, что и она погибла. У Вугара и Лилит остался полуторагодовалый ребенок, который сейчас находится у бабушки и дедушки. Нападение на «Крокус-сити-холл» произошло вечером в пятницу 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Сегодня стало известно, что служба государственной безопасности Азербайджана задержала подозреваемого в подготовке террористических актов на территории страны. Им оказался уроженец российского города Мурманска Бахрус Аскеров. Следствие выяснило, что 36-летний Бахрус Аскеров привлекал в преступную схему людей, проживающих в разных регионах республики. Он также давал им инструкции организовать покушение на представителей власти, в частности, на главу исполнительной власти в городе Линкарань. Также было установлено, что подозреваемый дал указание своим сообщникам подготовить покушение на иностранного гражданина, который работает учителем английского языка в некоторых районах Азербайджана. Подозреваемый был арестован и привлечен к уголовной ответственности на территории Азербайджана по статье «Приготовление к терроризму» Азербайджанского уголовного кодекса. В данный момент ему избрана мера пресечения в виде заключения по стражу на несколько месяцев. В службе госбезопасности Азербайджана сообщили, что мужчина намеревался организовать военную подготовку на территории другой страны для лиц, с которыми он контактировал. Однако в результате мер, принятых силовиками, не смог совершить эти действия. Следствие по этому делу продолжается. Еще одна попытка террористического акта произошла в Армении. Накануне трое вооруженных людей попытались захватить здание полиции в Ереване. Они пришли к зданию и выдвинули силовикам несколько требований. Что это были за требования, не уточняется. Затем произошел взрыв ганаты. Момент взрыва снял очевидец. В результате взрыва двое нападавших получили ранения. Они были госпитализированы. Третий нападавший продолжал угрозы и вел приговоры с сотрудниками сил безопасности, после чего был ликвидирован. Продолжение следует... Среди сотрудников сил безопасности и гражданских никто не пострадал. Позже в СМИ появилась информация, что злоумышленники являются членами радикальной организации «Боевое братство», созданной в 2021 году и состоящей преимущественно из участников Второй Карабахской войны. Однако после инцидента организация «Боевое братство» в своем телеграм-канале заявила, что не имеет никакой связи с произошедшим в отделении полиции. Кстати сказать, ряд СМИ сообщил, что нападавшие являются членами другой радикальной оппозиционной организации «САСНАЦРР», которая 17 июля 2016 года захватила территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване. При этом они убили полицейских и ранили четырех человек. Тогда члены вооруженной группы требовали отставки президента и правительства. Вечером, 31 июля 2016 года, они сдались. Между тем, накануне армянские силовики задержали 49 человек по подозрению в незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов. По сообщению пресс-службы армянского МВД, задержанные оказались членами организации «Боевое братство». Некоторые из них были задержаны в одном из сел Тавушской области Армении, граничащей с Газахским районом Азербайджана. Как сообщается, там они собирались проводить некие военные учения. Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло откровенно лживую информацию о поставках артиллерийских мин Украине. Соответствующее заявление ведомство на днях опубликовало в соцсетях. Ранее армянские телеграм-каналы распространили документы Киевского суда от ноября 2023 года, в которых содержится информация о якобы поставках азербайджанской компании 82-мм мин на Украину. В азербайджанском ведомстве назвали данные сообщения дезинформацией и фейками. Принимаются попытки распространения на армянских телеграм-каналах данных о якобы отправке Азербайджаном военной продукции на Украину. Такая информация является фейком и дезинформацией. Попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей на армянских телеграм-каналах уже предпринимались. В Министерстве оборонной промышленности также добавили, что подобная информация не имеет под собой никаких оснований. Ее не следует воспринимать всерьез, указав, что Азербайджан не отправлял никакой военной продукции в указанном направлении.